Кадры решают всё. Всем известная истина. И кадры эти нужно не просто искать, а готовить самим. Тем более, когда есть такая возможность. Глава города Буя Игорь Ральников 7 сентября провёл две встречи с представителями средних специальных учебных заведений и руководством и кадровыми службами буйских предприятий. В таком прямом диалоге были определены приоритеты в подготовке кадров со средним специальным образованием. Перед этим в Костроме губернатор также провёл рабочее совещание, которое было посвящено системе среднего специального образования. Это вызвано тем, что во время рабочих поездок о нехватке сотрудников главе региона сообщают многие руководители предприятий. А именно потребности работодателей должны быть в основе образовательных программ-техникумов. Эти встречи уже не первые. Буй уже работает над решением этого вопроса. Так, средне-специальное учебное заведение пересматривает образовательные программы, ориентируясь на реальные потребности сектора экономики. О них работодатели сообщают учебным заведениям. Предприятия готовы заключить с техникумами целевые договоры на обучении студентов, оказывать в рамках этих договоров материальную поддержку, гарантировать молодым специалистам рабочее место и, соответственно, возможность карьерного роста в будущем. Техникумы и предприятия также совместно будут решать вопросы организации постоянно действующих практик для студентов. На первой встрече принято решение о заключении целевых договоров между Буйским техникумом градостроительства и предпринимательства и предприятиями, в которых есть потребность в строителях. На второй встрече решались вопросы по кадрам отрасли энергетики. К разговору подключился Буйский техникум железнодорожного транспорта. Сейчас уже идет работа по подготовке к лицензированию в техникумах новых специальностей. В настоящее время конкуренция за трудовые ресурсы жесткая, поскольку их не хватает. Рынок необходимой рабочей силы нужно наполнить, чтобы снять напряженность. В данном направлении наш город принимает конкретные действия. Сейчас провели два совещания. Совещание касается потребностей наших предприятий в специалистах именно рабочих специальностей. То есть первое совещание касалось строительной специальности. Второе совещание – специальности энергетиков. То есть это электрики, это электромонтеры по обслуживанию электробантов. В общем-то решение на уровне региона уже принято о введении новых специальностей в наших техникумах. В частности, это по химическому профилю в БТГП, это аппаратчик и лаборант химического анализа. И по электромонтерам эта специальность вводится уже, учреждение сейчас выходит на лицензию, в узком техникуме железнодорожного транспорта. То есть сейчас мы повторно встретились с работодателями, обсудили возможность. То есть, ну, надо понимать, что, в общем-то, это обоюдный процесс. То есть, если техникум будет готовить тех специалистов, которые будут не востребованы, это тоже неправильно. Вот, и сейчас мы проговорили с работодателем, с руководителем предприятия, возможно, заключение договоров целевого приема на каждую специальность. В общем-то, потребность в рабочих кадрах предприятия испытывают, и, безусловно, каждый работодатель согласился подписать такие договора целевого приема. Вот, поэтому мы сейчас работаем. Вот, ну, хочу сказать, что, в общем-то, это работа глобальная по ликвидации кадрового голода. То есть она должна начинаться еще со школы. Вот, и поэтому с этого года у нас в школах введены обязательно профориентационные занятия, которые, в общем-то, будут настраивать детей на работу именно вот на... Ну, мы будем это нацеливать на работу именно на наших буйских предприятиях. Основная цель, чтобы ребята, которые заканчивали эту школу, оставались здесь в городе и, в общем-то, работали, получали в достойных условиях, получали достойные заработные платы и не уезжали из города. Поэтому вот это вот такой комплекс, которым мы сейчас занимаемся вместе со средними специальными учебными заведениями, с работодателями и, конечно же, системой основного общего образования. Продолжение следует...